Я приглашаю на сцену Шеннинг Леонидов! Женя Белоусов. Кумир миллионов синеглазых девочек. Певец, ставший одним из символов конца 80-х. Мало кто в те годы мог сравниться с ним по популярности. Для одних он был идолом, для других – эталоном пошлости, певцом-однодневкой. Но песни, когда-то спетые Белоусовым, звучат до сих пор, уже почти 10 лет после его внезапной кончины. Для всех, кто в тот июньский день 97-го года пришел с ним проститься, Женя был не просто артистом. В то, что Жени никогда не унывающего, успешного больше нет, поверить было невозможно. С первого дня его пребывания в институте Склифосовского, газеты, казалось, забывшие о нем в последнее время, стали писать, что у него был панкреатит, что потом случился инсульт, и последние 6 недель он находился в коме. Но смерть 32-летнего артиста вызвала настоящую волну слухов и домыслов. Вспомнили все. Брошенных детей и жен, пристрастие к алкоголю, подробности незакрытого уголовного дела ставили под сомнение официальную причину его смерти. Ответить Женя уже не мог. Я себе представлял себе по-другому. Я представлял себе красивую сторону жизни. Я представлял себе прожекторы, поклонницы, цветы, автографы. Оказалось, на самом деле жизнь очень тяжелая, к этому очень быстро привыкаешь. Остается только грязь. А грязи в этой жизни артистической гораздо больше, чем вот этих позитивных. Тогда мало кто понял, что стояло за этими словами на самом деле. И никто не знал, что артист стрелял в свое изображение, понимая, что он сам и тот, кто смотрит на него с афиши, были два совершенно разных человека. Белоусов, о Белоусве. Что это за человек? Белоусве. Белоусве. Ну, где-то даже могу одним словом сказать, такой запутавшийся. В то время в стране существовал только один общенациональный хит-парад – телеграфного агентства Советского Союза. В 89-м году он признал Женю Белоусова лучшим из певцов. Но более нелепого полу Майкла Джексона, полу такого мальчика в блестках, даже не ласковый май, а нечто еще более кастрированное, что ли, если хотите, более сахарное, более нелепое. Ну, с моей точки зрения, это как раз, с другой стороны, пришлось на его полную победу у зрителей, у девочек. Этот же хит-парад «ТАСС» возглавлял пять песен авторов, с которыми Женя работал – Виктора Дорохина и Любови Воропаевой. Я по опросу национального хит-парада занимаю первое место. Я популярен, меня любят девчонки, вы посмотрите, цветы. Женя был любимым девушками с первой строчки, потому что все безошибочно понимали – мы адресат. Женька победительный, вышел готовый любить жизнь в засос, но по виду его настаивающий, чтобы и жизнь любила его в засос. Какая же дура могла не обратить внимания на нашу Женку Белоусова? Еще больше девушек любили. Я его очень любила, несмотря на то, что говорили, что у него слабенький голос, но это были у того слабые мозги. Ну, он был как принц из сказки. Я тогда была еще, наверное, 10-летней девчонкой. Мне посчастливилось родиться голубоглазой, и я не забуду песню «Девочка моя синеглазая». Я выросла с этой песней, по-прежнему остаюсь голубоглазой, по-прежнему, наверное, я люблю Женю Белоусова. Не только у синеглазых девочек имел успех, могу сказать. Совершенно точно. Сохранившиеся письма и посвященные кумиру альбомы поклонниц – свидетельство безумной популярности Белоусова. Но никто, даже очень близкие люди, не знали, что этот жизнелюбивый человек – секс-символ своего времени – страдал страшным недугом. Первый приступ, который я своими глазами увидел, это был вот на этой квартире за полгода до его смерти. Это вот был первый раз у меня на глазах. Но это был такой уже припадок настоящий. И когда приехала скорая, он такой явно был испуганный, потому что, во-первых, это вылезло как-то наружу. Все. Об этом же ведь никто не знал и не догадывался, кроме родителей. И вот он просто при мне произнес врачам, что у него эпилепсия. Я был, конечно, в шоке, потому что, в общем-то, столько лет рядом вместе, и я не знал этого. Для всех такая осталась загадкой. Была ли страшная болезнь у врожденной, или стала следствием жуткой аварии, случившейся в детстве? Жене было 9 лет, когда его сбил грузовик. У него было очень сильное стрясение мозга, и, как следствие, у него образовался аневризм сосудов головного мозга. Как сказали врачи, такая мина замедленного действия. Это могло случиться за 10 лет до этого, мог еще лет 20 прожить. То есть все эти гастроли, переезды, недосыпания, те же банкеты. Но однозначно нельзя сказать, что конкретно послужило причиной. Вообще, наверное, весь образ жизни. В институте Склифосовского Женю продолжали лечить от панкреатита. Через капельницы он получал до 8 литров различных лекарств в день. Его самочувствие постепенно улучшалось. Он бы совсем другой человек был бы, оттуда вышел. И все говорит, господи, как я жив, и сколько денег, говорит, у людей, это его денег. И они все-таки, все же прошло прахом. Никто ничего не вернул. Так загадка для всех, куда она все подевалась. Сейчас у него не хватало денег на дорогостоящие лекарства. А ведь недавно казалось, что огромные гонорары обеспечили безбедное существование его семье на несколько поколений вперед. Доходы были огромные, как и его популярность. Пик, который пришелся на переломные для страны годы. Уже началась перестройка. Был как раз хороший период. Еще не развалился Советский Союз. Еще не нужно было уничтожать друг друга в перестрелках, в борьбе за теплое место и за кусок пирога, который разрывали на части. Этого еще не было. Но уже появился первый глоток свободы и любовь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Люди почувствовали себя окрыленными. Да, жрать нечего, но зато есть гласность. И вот в этот момент появился Женька Белоусов. А почему тогда он появился? Я говорю, что это вот архетип российского артиста перестроечной поры. Сейчас, чтобы раскрутиться на нашей эстраде, нужен миллион. У Женьки тогда не было ни гроша, никаких спонсоров, никакого блата. Просто он был авантюрен, а перестройка дала новые возможности. Если бы это был еще Советский Союз, возможно, он бы просто никогда не раскрутился. У него не появилось этого шанса. Вряд ли он бы был настолько популярным. Уже только потому, что в советское время не было секса, а он был все-таки сексапильным исполнителем. Это был первый на советской эстраде успешный коммерческий проект. Композитор Виктор Дорохин и поэт Любовь Воропаева не просто открыли нового певца. Используя западные технологии, они создали торговую марку Женя Белоусов. Новую куклу для девочек-подростков. Придумали новую биографию и даже приблизили к поклонницам по возрасту. 25-летний мужчина, отец двухлетней дочери, был представлен юным и невинным. Несколько лет возраста, конечно, мы скастили. Я придумала легенду молодого сердцееда и романтичной фигуры. И все придерживались этой четкой линии. Я вдруг читаю в какой-то газете, тогда я еще газеты читал «Идиот», что Женя появился из ниоткуда. Его там возле где-то мусорки подобрала Любовь Воропаева. И вот из этого беспризорника, у которого нет ни мамы, ни папы, и ни родственников никого, сделала звезду. Меня тогда это просто шокировало. Сегодня я сам с удовольствием пользуюсь такими методами для создания мифа и легенды. Легенда была отработана до мелочей. Кукли Женя Белоусов придумали даже новых родителей. Они играли в такую игру, что их не сын, а не мамы. Так называли, как бы творческие родители. По имиджу мы действительно играли в семью. Но на самом деле это и было что-то такое типа семьи. Потому что отношение Дорохина к Жене было более чем тепло. Это связано с тем, что в нашем браке не было детей. И все, что в Вите было, весь его жизненный опыт и опыт музыканта, он пытался вложить в Женю. Ну вот вы как отец скажем, что вам больше всего не нравится в Жене? Не нравится. Не нравится, мне кажется, что он слишком добрый для такой жизни, суровый. Настоящие Женины родители жили в Курске. Это была обычная советская семья. Отец Виктор Иванович офицер, мама Нонна Павлова техник. В семье трое детей. Старшая дочь Марина и братья двойняшки Саша и Женя. Когда появились братики, у меня даже чувство ревности возникло. Потому что их сразу два и внимание все им. Для меня это как были две живые куколки. Вот Саша не терпел. А Женю она одевала как девочку, там банты завязывала. И он пыхтит, кряхтит, лежит и все это терпит. А она с ним как живой куклой. Слушай, мне очень парень, ну, кто-то кого-то напоминает. Я не знаю, когда я вас рядом ставлю, какое-то сходство. Кто это такое, скажи, пожалуйста. Но сходство небольшое. Вот сидит за барабаном мой родной брат. Зовут вас Саша Белоузов. Брат был спокойным ребенком. А Женя слыл настоящим хулиганом. Мальчик был очень непростой. Ну, как говорят, трудный ребенок. Связался с какой-то компанией, которая занималась воровством. А его на стреме ставили всегда. Поэтому мне приходилось и в милиции побывать, где мне, значит, непрозрачно намекнули, что надо с сыном заняться всерьез, иначе он пойдет не по тому пути. Женю Белоусова спасла именно музыка. Сначала была музыкальная школа по классу баяна. В единственном Женином дипломе значится профессия слесаря-ремонтника токарно-винторезных станков. Но в это ПТУ Женя пошел только потому, что там была хорошая музыкальная аппаратура. Потом учеба в музыкальном училище по классу бас-гитары. В принципе, был неповерхностный человек. Он хотел вот и серьезно получить образование, может быть, и в дальнейшую консерваторию поступить. Да, но у него были хорошие во всех отношениях. Консерваторию Жени заменили сцены курских ресторанов. Именно там его заметили как музыканта и пригласили на прослушивание в известную рок-группу «Интеграл». Приехал в Саратов на эти смотрения парень, который полностью соответствовал моим представлениям, некоему такому сексуальному образу для девочек. Он даже безбашенный парень, но при этом оказался приличным гитаристом. Сразу же я ему предложил работать, но была у него такая одна странность удивительная. Он был простым бас-гитаристом в ресторане, никогда в жизни не пел. Категорически отказывался. Месяца два его невозможно было уломать. Я никогда ничего подобного в своей жизни не видел. Чтобы человека так трясло, я и угрожал, и орал, и молил. Он так и не смог раз открыть на этой репетиции. Я бы не сказала, что он стеснялся. Может, он и Алибасова там побаивался. Он так боялся петь, что за этот, наверное, месяц или два выучил все партии безупречно, начали репетировать. Ну, как-то влился он. Никогда не забуду то, что Алибасов с нас снимал рубль с концерта. В одном из интервью я читал, как этот дурачок сказал, что я грабил их и брал по 50 копеек. В те времена аппаратуры не было. Настолько ее не было, что Саня Новиков, который своими руками строгал эту аппаратуру, сел в тюрьму за изготовление и продажу. Это был частный бизнес. Пузыканты ведь алчные, и они никогда не будут благодарны. Отношения Белоусова с Алибасовым были непростыми. Женя даже уходил из интеграла, но вновь возвращался. Года через два он уже стал таким отвязным, безбашенным парнем. И на сцене он тоже стал очень органичным, откровенным, очень эмоциональным. Он был такой типичный хард-роковый певец. Скажем, вот композиции «Нищий», которую он пел, она просто с ума сводила зал. Так постепенно он превратился в лидер вокалиста группы «Интеграл». «Интеграл» в те годы входил в список групп, запрещенных для показа на телевидении. Но однажды появилась возможность выступить в новогоднем выпуске программы «Шире круг». И мы все сидели с трепетом, с волнением. Вот сейчас объявят, объявляют песню. Хорошо было снято. Все, думаю, покатило. Затем он появился уже в «Утренней почте» с новой песней Сергея Шустицкого «Дальние материки». Мне посчастливилось, в каком-то смысле его открыть как певца, точнее, наверное, не мне посчастливилось, а так распорядился его величество случай. Марта Могилевская была тогда редактором «Утренней почты», единственной на советском телевидении регулярной развлекательной передачи. Появиться в ней означало проснуться на утро знаменитым. Ту передачу мы снимали в Алуште, и буквально накануне отъезда заболел солист интеграла, который должен был петь мою песню. И тогда в студии Марта обратила внимание на Женьку. А я так посмотрел, кто самый симпатичный, говорю, «Ты! К микрофону!» «Не хотите вы, гусам, к облакам и парусам, на литой волне?» «Все красиво было не только в клипе, но и так нам казалось, что все так же прекрасно будет в нашей жизни, в нашей судьбе. Но все это закончилось полной из жопы». Планировалась уже выписка где-то к концу месяца, а это средина была, апреля. И накануне того, как он впал в кому, я был у него, видел подтянутого парня, готового вот-вот покинуть пределы больницы и зажить полнокровной жизнью. И мне приходил Алибасов с нанайцами. Женя так вытягивает ногу из-под одеяла. «Посмотрите, как я похудел. Возьмете пятым». Женя не раз вспоминал тот момент, когда он выбирал продолжать работать с Алибасовым или начинать сольную карьеру. После приезда из Алушты я его познакомила со своей соседкой, Любой Вропаевой. Я сказала, Люба, вот такой талантливый парень. А у нас Женька к тому времени уже после Алушты какой-то такой роман завязался. Я говорю, давай попробуем что-то с ним сделать. В то время мы с Виктором Дорохиным работали с Катей Семеновой. И когда Марта с Женькой вошли, у меня было полное неприятие. Оказалось, во-первых, он был бас-гитарист, а не вокалист. Что меня сразу немножко напрягло. Одно радовало, что он был музыкант и очень неплохой. Дорохин мне сказал, из этого парня я сделаю звезду. Прежде чем я даже запел, и они написали для меня песню, где-то около года шла просто обработка, у меня ломка, как человек. Артист – это творческая натура, часто их заносит, мы знаем. И надо как-то все время держать их на коротком поводке. Но Женя не сразу пошел на жесткие условия Дорохина. В кругу московских артистов уже стали привыкать к тому, что он всегда рядом с Мартой Могилевской. Их роман был в разгаре. Когда Женька просыпался, независимо от того, когда его будешь, он еще с закрытыми глазами начинал улыбаться. Такой... Но однажды он знакомится с певицей Натальей Ветлицкой. Собственно, я их познакомила на съемках новогоднего огонька. А мы с Натальей Ветлицкой были подруги. Мы достаточно близкие подруги. Марта, конечно, не ожидала, что он может уйти к ее подруге, рискуя потерять возможность выхода на телеэкран. Но Женя не стал выбирать между любовью и карьерой. Чувства для него были важней. Мало того, что любовь – это страшная болезнь, влюбленность – это еще страшнее. То есть там была конкретная влюбленность и с ее стороны, потому что у нее был большой выбор, вокруг нее явились всякие режиссеры. Потом такой факт был в декабре. Представляешь, там жениться 1 января на Новый год, там все это было. Свадьбу сыграли под новый 87-й год. Но уже через 9 дней они расстались. Я осознал, что это, конечно, немножко не то, что мне надо. И вообще невозможно, когда два человека, два артиста, сделать семью невозможно. Этот брак оказался феноменально коротким. И не только для отечественного шоу-бизнеса. Женя продолжает гастролировать с интегралом. Но при первой возможности приезжает в Москву. Его все больше привлекает перспектива сольной карьеры. С Мартой они остались добрыми друзьями, и она решила еще раз снять его в утренней почте. Песня «Алушта» Дорохина и Воропаевой стала началом их совместной работы с Женей. Я искала образ, исходя из Женькиных возможностей, внешних его данных, теплой, романтичной. И Женя, и Дорохин просили меня только об одном. Сделай текст как можно попошлее. Все, что я могла выдать, это текст песни «Девочка моя синеглазая». Женя позвонил, я говорю, Женя, я написал тебе песню. Вот давайте, зачитай текст. Он говорит, текст ломовой. Женя по телефону сказал, о, наконец-то она написала то, что надо. Как-то Алибасов заходит ко мне в номер и увидел эти тексты, валяется, он прочитал. А когда мы пели там, как нейтронная бомба, какое-то зло, и тут вдруг девочка моя синеглазая, ну скажи, что любишь ты меня. И Алибасов падает в приступе хохота на кровати, говорит, ты вот это будешь петь. Я просто был ошеловлен, ну как же, как же думаю, эту дурость, можно эту банальщину петь. Я говорю, Баря, ну увидишь, я говорю, через годик это будет хит номер один. Так оно и случилось. И потом, как вы представляете, мое злорадство, когда появляется группа «На-на». Съемка девочки синеглазой совпадала по времени с гастролями «Интегралы». Женьке пришлось уже принимать это трудное решение, продолжать работать с Алибасовым или уходить и начинать все сначала. Стоим у поезда. Странно как-то, Женька был достаточно пунктуальным парнем. Какое-то нехорошее предчувствие, уже минут 10 оставалось до отхода поезда, его до сих пор нет и нет. Отказаться от этой съемки значило упустить свой шанс. Сказать Алибасову, значит, облечь на себя его гнев со всеми непредсказуемыми последствиями. Мне он тогда сказал, сейчас или никогда. Позвонил Воропаевой и выяснилось, что... Честно говоря, Барика послал на три буквы, вот прям вот так, открытым текстом. За что я у него просила прощения неоднократно и прошу прощения сейчас. Я стоял перед совершенно дурацким, ошеломленным абсолютно. На нем строилась вся программа, без него работать невозможно было в принципе. Конечно, гастроли были сорваны, отношения наши испортились, это ничего не сказать. Молодежь ждала своего героя, ждала нового лица. И он вот такой светлый, такой радужный, оказался как ложка к обеду. Эта песня была на ушах, я слышал, что она из каждых окон звучит. То есть мне даже товарищи говорили, ну это вообще уже невозможно. Ну включаешь у тебя в дом погладить, и оттуда вела уши со своим девочкой синий глаз, так нельзя. Авторский альбом Дорохина и Воропаева «Девочка моя синеглаза» разошелся тиражом 12 миллионов экземпляров. Хотя принес прибыль только фирме «Мелодия». Заработать можно было на сольных концертах, но Жене не хватало репертуара. У меня в репертуаре было всего три песни. Передо мной работает разогрев, в конце объявляю, все-таки я сейчас, Женя Белоусов, я выскакиваю. Народ визжит, кричит, я весь модный такой, у меня на плечах биты елочные игрушки, все помодит. Ну естественно, последняя песня «Девочка моя синеглаза» на площадку, вот где бегают эти спортсмены, выезжает прямо Коля Агутина «Красном москвиче». Я запрыгиваю в эту машину, когда уже проигрыш заканчивается, песня «Девочка моя синеглаза». Народ хватается за голову и кричит «На ебать!» Я убегаю, дальше следующий город. Вот так я за собой закрыл очень много городов. На следующий год стало легче, потому что Дорохин написал четвертую песню, я уже ездил с четырьмя сольных концертов. Когда он пришел туда в хорошем настроении, в акулы пера, сел и говорил, что вы мне можете сказать? Я сам над собой смеюсь. Ну, посмейтесь на мой, попробуйте. Во всех предложениях сквозит Женькина, вот я с Прищуром, отношение к жизни, построенный на юморе и самоиронии. Это урок всем нашим зазнайкам. Со временем я понял, что уход Женькин благотворно отразился и на моей судьбе. Не ушел бы он, я до сих пор еще работал бы, наверное, в Советской филармонии за 19 рублей. Так появилась группа «На-на». Наверное, тоже благодаря успеху Женьки Белоусова. Технологий, каких раньше не было в СССР, стали давать свои плоды. Проект оказался сверхуспешным. Я тогда даже книгу написал Женя Белоусова. Ее напечатали почти что на туалетной бумаге, но из-за его имени она мгновенно разошла с тиражом 100 тысяч экземпляров. Но и это были детские игрушки по сравнению с тем, что придумала Воропаева. Хит-парад ТАСС. Это стоило много крови, потому что я работала с фанатками со всей страны, из всех городов. Мне мешками писали письма на радио, и я не ленилась каждой девочке, каждой поклоннице отвечать и давать адрес хит-парада ТАСС. С просьбой отправить открытку и голос для Жени. В те времена мало кто имел представление, что такое пиар, самореклама, поэтому этим занимались все, включая ближайших друзей. Мой родственник был кооператором, выпускал календари. И мы с Женькой, естественно, этим воспользовались. Смотрите, какой кооператор выпустили календарь. То ли Филипп Киркоров. А нет, это Женя Белоусов. Видите? Вот на 89-й год. Конкурент Филиппа Киркорова тоже. Очень хороший. Все Женины интервью первых полутора лет его существования на эстраде писала я за него. В принципе, мне иногда было смешно рассказывать свои интервью, потому что они были написаны с позиции женщины. Благодаря этим технологиям, благодаря тому, что дотошные журналисты пытались докопаться до реальных корней данного исполнителя и до реального возраста, возникали конфликтные статьи, которые были нам только на руку. Популярность Белоуса выросла. Росли и заработки. Вместо ставки 7 рублей 50 копеек за концерт, гонорары стали напрямую зависеть от сборов. Деньги артист возил уже чемоданами. И это не осталось без внимания криминала. Очень опасно было. И рэкет был, и всякие, как теперь говорят, наезды были, и звонки были неприятные. Однажды меня вызвали в органы. Есть такая информация, что к Жене большой интерес криминальных каких-то организаций. И вот есть какой-то перехват, что они хотят его ограбить или просто нападение. Ну, я сказал, может быть, вы кого-то выделите из одного человека или двух. Он говорит, да нет проблем, давайте договоримся. Ну, объявили сумму, естественно, мы были согласны. Они стали с нами, эти ребята, ездить. Хорошие ребята, интеллигентные, мощные, мускулистые. Разрешение на съемку есть? Естественно, нам предлагали купить оружие. Естественно, мы его купили. Время, конечно, было бандитское. Иметь при себе пистолет, это было все равно, что иметь при себе зажигалку. Но Женькина страсть к оружию, она у него с детства. К оружию у него тяга была. Ну, потому что я вот, будучи в наряде, допустим, дежурном по части, я прихожу домой, обязательно пап покажи. Это было прямо аж дрожали. Мы выезжали в лес на стрельбище. Женя говорил, давайте повесим мой плакат и будем палить меня. Он получал колоссальное, неописуемое удовольствие от того, что вот он стреляет, и его плакат в дырках. Самая большая беда заключается в том, что меня изначально не воспринимают как нормального человека. На мне стоит клеймо, именно клеймо. Я Женя Белоусов. То есть я это непременно солнечный мальчик, поющий сладкие песенки, такой легковесный дурачок. Бред какой-то. Вне сценического образа Женя всегда оставался все тем же курским парнем с улицы, где ценят умение постоять за себя. Его в дальнейшем потом в шоу-бизнесе уважали именно за это, за то, что при его имидже он мог ответить в очень жесткой форме. То есть так, как это в ПТУ обычно бывает. Конечно, он был ПТУшный, вот в этих драках. Но главное, мне кажется, было в том, что он просто совершенно в жизни не соответствовал тому, что он делал на сцене. Он был значительно глубже, интереснее. А самое главное, очень ироничный. Он очень ироничный относился к тому, чем он занимался. Как-то мы пошли в байкерский клуб. А я ехал с концерта. Я был такой в красном пиджачке, такой весь цивильный. Открывается дверь, мы заходим, нас обыскали. Там все в дыму. Музыка такая понятная, жужжаловая такая сплошная. Ну, это рассеется дымок, и смотрю, люди все в шипах, в кожаных куртках, тут лисий хвосты пришиты. И я такой в красном пиджаке захожу. Они глазам не поверили, поворачиваются, и первые слова их не были. Опа, сам пришел. Я очень сильно испугался, естественно. Я побежал сразу к стойке бара, одну, вторую, третью рюмку водки выпил, и сразу понял, ну, что такого, нормально, сейчас поговорим. Потом началось выяснение. Ты понимаешь, что ты эталон пошлости? Мне говорят рокеры. Я им ни слова не сказал еще. Ты эталон пошлости. Я, естественно, начинаю подставлять друзей, говорю, а почему я, а не Дима Маликов? Ну, они говорят, ну, ты послушай, как твое имя звучит. Женя Белоусов. Хотя байкеры вообще люди очень мирные, все равно мы умудрились с ними подраться. Вечер закончился очень хорошо. Мы, обнявшись, прыгали вот так по кругу и пели «Девочка моя». Женькина любовь к дракам, Женькина любовь к оружию – это было не прикрытие его инфантильности. Это был он сам, а вот скорее песней было прикрытие его абсолютно мужской брутальности. Это был какой-то его просто постоянная часть как воина. В каждом городе, поскольку он был очень популярен, организаторы стремились к более тесному знакомству с ним. Ты должен присутствовать, даже если ты не хочешь есть. Артист должен быть, потому что иначе он просто деньги за концерт не заплатит. Ну, как правило, ужин для артиста накрывается в ресторане. Часто подходили люди и просили его что-нибудь исполнить. Он всегда отвечал, представьте себе, что сидит в зале как-нибудь тракторист, пускай знаменит, не знаменит, а его ведь никто не просит на бис пару гектаров спахать вот так перед зрителями сейчас здесь. Переезды, перелеты, несколько концертов в день, банкеты, повседневная жизнь поп-звезды. Она Жене нравилась. Эти застолья бесконечные после каждого концерта привели к тому, что Женя был вовлечен в алкогольный процесс, из которого выйти самостоятельно он не мог. Я однажды написал про Женю Белоусова какое-то свинского содержания заметку. Я написал, что он был пьян, на бровях выползал из какого-то клуба. Все это было придумано от начала до конца. Я был настолько глуп, что я подумал, что он будет благодарен мне в ответ на эту заметку. И я представить себе не мог, что он такой чувствительный, когда читает о себе такую похабщину. И он все время мне говорил, ну как же ты мог? Это же родители прочтут мои. Они прочитали, но это же неправда. Женя Белоусов! Продажи бренда Женя Белоусов по-прежнему росли, но отношения с продюсерами осложнялись. Дорохин понимал, что нужно переходить от самодеятельного шоу-бизнеса к профессиональному. Я говорю, Женя, знаешь что, давай будем первые, так уже во всем. Давай первые снимем видеоклип настоящий. Женя сказал, и так сойдет, все катит, как катит. Я думаю, что скорее всего это такой чисто русский пофигизм. Тогда действительно катило. Вы счастливы? Очень, конечно. Конечно, трое вместе все. Такое короткое лето. Конечно, он конфликт назревал, безусловно, потому что немножко он остановился. Потом ситуация была настолько тяжелая и странная в том плане, что никто не знал, как будет завтра, что произойдет завтра. Вот сегодня хватай и беги. Они зарабатывали так много, что могли не обращать внимания на пустые прилавки и талоны на продукты. Вся чистая прибыль делилась не на три доли по числу участников проекта, а на две. Женя получал половину. Я не хочу их обидеть или оскорбить, этих людей. Они меня очень много сделали. Как Женя Белоусов, меня никто не знал. Благодаря им как раз меня страна узнала. Я им очень благодарен. Ну, где-то были у них перегибы в плане... Они хотели иметь меня полностью. Белоусов это не устраивало. Он не хотел ни от кого зависеть. Да, контроль был. Да, это было неприятно. Да, ему хотел общаться с артистами другими. Я был категорически против, потому что я знал, что большинство из них просто лентяи. У него должен был у Жени был контракт с самим собой. Женя и Дорохин заперлись в комнате. Прошел час, прошло два часа. Потом они оба вышли, совершенно погрустневшие, посеревшие. И Дорохин мне сквозь зубы сказал, собирайся, поехали домой. И только при повороте на Цветной гульвар под мостом, как сейчас помню, Дорохин мне вдруг сказал, больше мы с Женей Белалусом не работали. Это просто ошибка была. И за эту ошибку он платил. И то, что Бог дал нашему триумфирату, он не дал ему одному. И не дал нам отдельно от него. Личная жизнь артиста долгое время не афишировалась. Для поклонниц он должен был быть свободен и доступен. У меня с взаимностью, по-моему, взаимной любви никогда не было. В больнице, я помню, он мне задал такой вопрос. Ты ко мне ходишь, потому что меня любишь, или боишься остаться без материальной помощи? Я сказала, какой ты глупый. Конечно, я тебя люблю. Я уже не нужен, снег стянул. Женька, как любой человек такого масштаба, расплачивался за все, что происходило с самим собой, в том числе и своей семейной жизнью. Наверное, такие бойцы обречены быть чем-то одинокими. Если, конечно, не повезет, то Бог даст такую половинку, которая действительно поймет, что она должна полностью положить себя на своего бойца. Своей семьей он расплатился за себя и за свое время. Женя и Лена были знакомы с детства. Но роман начался, когда он уже работал в «Интеграле». Очень сильные чувства. Он мог примчаться от Алибасова в тапочках на самолете, прилететь, разыскать меня в институте, чтобы просто увидеть и опять улететь. Но чтобы получить свободное распределение после института, родители настоятельно советовали Лене выйти замуж за военного. Папа жутко не любил волосатых ребят и музыкантов. Поэтому однажды Женя получил от любимой письмо с очень простым вопросом. Ты не против, если я выйду замуж? На что, кстати, он мне потом говорил, что он поэтому женился на Ветлицкой, отомстить мне. Но роман Жени и Лены продолжался. И вскоре у них родилась дочь Кристина. С первым мужем Лена рассталась. Он умел дарить свою любовь, как и миллионам, к зрителям, поклонницам. И в то же время он умел дарить любовь и той одной единственной. Я думаю, что на тот период была все-таки я. Венчались они в феврале 92-го года. Правда, расписаться пока не могли. Что грехотает Жене, нужна была прописка, поэтому у нее был фиктивный брак до этого. Так что официально свои отношения Жени и Лены смогли оформить только через год после венчания. Ему всегда нужна была семья, и нужен был тыл. И, как он говорил, находясь на гастролях, ему всегда нужно было знать, что его кто-то ждет дома. Говорят, что Белоусов по части марафонских заплывов в бассейнах, где были женщины, 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 был рекордсменом в русском шоу-бизнесе. Мы беседуем с Евгением Белоусевым в профилактории Саратовского электроагрегатного производственного объединения. Евгений, а ваша... Можно вопрос встречный? Вы не чувствуете никакие неудобства, что вот я раздетая, а вы одетая? Абсолютно никаких. Мы сейчас тоже подразденемся, но это будет чуть позже. Хорошо. Раздевайтесь. Когда мы начинали с ним говорить про женщин, это была улыбка чеширского кота. Я говорю, возьми меня с собой куда-нибудь, ну, пожалуйста, когда ты будешь злоупотреблять своей славой. Пожалуйста, я как-нибудь там на заднем плане пробегу, двух блондинок возьму и уйду. Говорят, но я никогда с ним не гулял. Мне кажется, сильно преувеличена его любвеобильность. Он умел, мне кажется, вот так вот держать дистанцию. Он очень такой легкий вроде бы, но при этом такой вот... Не то, что его можно было взять и прямо сразу отвезти в ЗАГС. Сцена – это одно, а жизнь, она совсем другая. Оксана Шедловская появилась в коллективе Жени Белоусова, когда была мода на женщин-саксофонисток с длинными ногами и короткими юбками. Гастроли – это ужасно. Гастроли – это кошмар. Это не всегда чистая постель, это не всегда присутствие каких-то элементарных бытовых условий. Это плохая еда. Так как мы гастролировали иногда по несколько месяцев, не возвращаясь домой, я водила себе плиту, кастрюли, там, сковородки какие-то, готовила сама. У него было несколько женщин, постоянно которые были рядом с ней. Я помню тот момент, когда у нас наступил очередной конфликт в нашей семейной жизни, когда у него появился сын. Алло, папа, алло! Он узнал, что у него ребенок уже после того, как он родился. Да, без едет. Я ему некоторые условия, конечно, выдвинула. Он мне сказал, что все будет замечательно, все прекрасно, что он будет помогать деньгами, будет видеться с ребенком тогда, когда это будет нужно, но это не будет мешать нашей семейной жизни. Но, к сожалению, получилось несколько по-другому. Я видела, что Женя постепенно стал уходить в себя. Вот здесь и начался его основной конфликт, я так думаю, в его жизни вообще переломный. Я как-то ему сказала, видя его грустные глаза, ты не можешь сделать счастливой ни ту мать, ни того ребенка, и тем более, ни меня с Кристиной. Именно эту проблему он не смог решить, и он ушел в никуда, в третий вариант. Как-то он мне показывал свою новую квартиру с модняцкой мебелью. Вот, говорит, комната Кристины, вот наша спальня, вот гостиная. И почему-то прозвучала мысль о том, что все это не мое. Все это вот, как бы он может оставить себе, это было очень грустно в его исполнении. Вот если с ней расхожусь, я не могу с ней спорить, но дай мне видеомагнитофон, а ты заберешь телевизор. Если ухожу, я оставляю все. В который раз он все начинает с нуля. В его жизни появилась другая Лена, Савина. В него все влюбляясь с первого взгляда. Женщина, как в мужчину, мужчины, 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 как в друга, но это, как правило, любовь навсегда, потому что я сейчас встречаю Жениных друзей и все улыбаются. Ну, мне по 18, он, видимо, чему-то меня учил. Никогда не суди о человеке по его словам, только по поступкам. Наши ссоры, это был такой классический пример укрощения строптивой. Видимо, он меня обтесывал для того, чтобы я могла находиться с ним рядом. Журналистки у меня спрашивали, какие характеры у моих невесток. Я сказала, сложные, тяжелые. Ну, а разве у красивых бывают легкие характеры? Мы все были ему дороги. Всех нас он очень боялся потерять. Всем нам он испортил жизнь, я так могу сказать. Девушки, я вас никого не сватывала, никому ничего не обещала, не гарантирую. Если бы вы меня спросили, я бы сказала, что для семейной жизни он неподходящий. Кто-то сказал, что путь звезды – это путь к одиночеству. Он до конца не верил, что люди, окружающие его, до конца с ним искренне. В мире, где обретался Женя Белоусов, там друзей очень мало, может быть, по определению. Своих новых авторов Женя нашел среди старых друзей. Мы созвонились, и он говорит, что я хочу что-то в своей жизни поменять. Прежде всего, с репертуаром. Я его познакомил с Игорем Матвеенко. И вот мы второе обсуждали его новую задачу. Я ему предложил петь вообще о жизни, чуть ли не кабацкий репертуар. От лица такого бывалого, познавшего жизнь. Он мне сказал, Саша, меня любят за песню о любви, которую не каждый умеет петь. Ему нужен был новый образ и новый хит. Для исполнителя второй хит большой, вот после первого хита, иногда бывает сложнее даже, чем сам первый хит. Он надел какие-то башмаки на большой подошве и на какой-то танцверанде, как бы ретро такое. Что Женя совершенно, он абсолютно современный человек. Вот ему это никак не подходило. Но потом понял, он мне же звонил, сказал, я так лоханул, что он меня сам рассказывал. Это неудачно, Игорь тогда не владел. И, кстати говоря, очень удачный ролик. Начался его второй подъем уже в содружестве с новыми авторами. Конечно, эта песня ему помогла. Все на свете. Я вдруг увидел и свой двор, и настоящую доброту, настоящую теплоту, настоящую иронию. Вот это понимание битых елочных игрушек, что я вдруг впервые подумал, что, наверное, все-таки с парнем что-то сложнее. Двор у дома 13 по Балканскому переулку. Настоящая Женина отдушина. Здесь он всегда был самим собой. Соседи и друзья до сих пор собираются на Женин плов или шашлык. Так же, как когда-то собирал их здесь сам Женя. И вокруг у него формировалась такая тусовка. Там были разные политики, звезды. А в то же время были друзья из детства, которые такие рядовые люди. Женька всех замешивал вот в такую массу. Все сразу становились там в Адюхе, Сашке, Вовке. Все сразу переходили на «ты». Такая химия какая-то варилась такая. Настало когда безвременье, когда в сентиментальных парнях отпала нужда и нужно было уже таким быть нахрапистым. Вот Женя никак не мог вписаться, упробовал, но он не был нахрапистым героем. Он сентиментальным был, поэтому, видно, он не нашел никакой отмычки от новой эпохи. Та музыка, которую он хотел на самом деле играть, он точно понимал, она никому не нужна. И при этом он точно понимал, что то, которое нужна, он уже петь не может. Если в работе именно тем, чем я занимаюсь, у меня наступит, я буду терпеть фиаско, у меня дела эти плохо, я готов отдать все деньги, которые заработал и заработаю вперед, я готов их отдать ради того, чтобы вернуть свое в это положение. Произнося эти слова, Женя не думал, что такой момент действительно настанет очень скоро. Но попытка начать собственный бизнес оказалась неудачной. В 95-м году мы с Женькой создали фирму БАМ и приобрели акции ликвироводочного завода в Рязанской области. Женька прекрасно понимал, что он в данной ситуации был свадебным генералом, и для меня он был идеальным партнером. Поначалу все было очень хорошо, и Женька очень гордился той продукцией, которую мы выпускали. Нам не было стыдно за это. В ноябре 95-го в их офис вырвались автоматчики, начались допросы, Жениного компаньона арестовали. Представляете, этот отдел по борьбе с экономическими преступлениями еще год не делал, а тут вдруг есть фишка. Женя Белоусов контрабандист, как же ее не раскручивать? Вот они во все это делали. Он, конечно, никаким бизнесменом не мог быть изначально. Такие люди, как Женя Белоусов, они пилигримы, они бизнесмены. К деньгам он относился очень легко, щедро давал в долг, он помогал очень многим людям. А в этот период заработков уже больших не было. К тому же он сам себе был продюсером, и он оплачивал записи новых песен, съемки клипов. А ситуация с водочным бизнесом доставила просто вывернуться наизнанку. Он, по-моему, все отдал, чтобы выточить своего компаньона. В последнем альбоме есть песня «Слезы». В репертуаре «Солнечного мальчика» такую песню трудно было бы представить. Рано или поздно он должен был, конечно, вырваться из этой клетки и попытаться реализовать то, что в нем реально лежало. И создать какую-то такую философскую глубину в своем творчестве. Но это не надо никому. Мы как бы делаем одну музыку, а часто любим другую и слушаем совершенно другое. Я очень люблю рок, металл. Я Белоусов не люблю. Пресса начала забывать певца Белоусова. А когда вспоминала, то скорее ругала за песни или за водку. Женя все старался переводить в шутку. Он любил иронизировать над собой. Давайте все-таки подсчитаем вред, какой больше. От той водки, допустим, и алкогольной продукции, которую я произвожу. Или все-таки больше вред от тех песен, которыми я нанес стране такой ужасный урон. Женька стал жертвой этого поколения. Он легко начал это время. И попал, как любой, наверное, из нас в некий, как хотите это назовите, кризис среднего возраста. А в таких случаях, как обычно, начинаются проблемы по всем фронталам. И на него навалилось все. Он мне писал письма и признавался. У меня очень болит голова, только маме и папе об этом не говорят. Он выпивал водки, и ему становилось легче. Однажды я видел его припадок на гастролях с командой Старком. Он валялся на полу, я не мог ему ничего не помочь. Я проклял себя, и в ответ на мои крики, а это дело было в гримёрке, пришли, как ничем не бывало, люди, известные эстрадные артисты, принесли с собой стакан водки. На мой вопрос, почему стакан водки, а не какое-нибудь лекарство, мне сказали, что это практически ежедневная картина и быстрее всего приводит чувство стакан водки, Женьку Белоусова. Вот так они и расширили моё представление о медицине. Бог существует, но не таким, каким его описали люди, они приврали. Я против главного принципа христианства – греши, молись, и тебе всё простится. Всё намного сложнее. Я стал буддистом. Мне нравится очень эта религия. И у меня даже есть, по-моему, я снял, не взял. Лама Калмыки подарила ему изображение Будды. Женя очень берёг этот талисман, и в душе он себя уже не видел православным, он называл себя буддистом. Я говорю, Жень, ну это же грех, наверное, так вот из одной веры перейти в другую. Это буквально за год до смерти. Не наказал ли Боженька за такие вот шатания? Общаться с Буддой мы поехали вчетвером в Таиланд. Женя с Леной, я с женой. Я не знаю, был ли это последний удар по его здоровью или всё-таки последний подарок судьбы, потому что там он как-то вечером мне сказал, ты знаешь, я давно не чувствовал себя таким счастливым. Он действительно радовался, что из-за снежной Москвы попал прямо в лето своё любимое, что там его никто не знает, и он может быть самим собой. Он ходил в храмы. Вот самое интересное, они сейчас не Будду возглавляют, а думают о себе и роются в своих мыслях. Чем украшает религия? Себе разобраться. Конечно, никому из нас тогда в голову не могло прийти, что после Таиланда он ляжет в больницу и оттуда уже не выйдет. Субтитры создавал DimaTorzok Через несколько лет после кончины Жени я познакомилась у Жени на могиле с одной из его фанаток из города Минска. Эта девушка, уже молодая женщина, накапливает деньги и каждый год приезжает на могилу Жени Белаусова в Москву. Она мне рассказала свою историю, которая меня потрясла. Она рассказала, что её звали Татьяна, а теперь она Евгения официально по паспорту. Эта девочка была парализована, она передвигалась в инвалидном кресле, и однажды дома она лежала в постели в соседней комнате в гостиной. Я услышала Женину песню. И так мне захотелось как-то её увидеть, но я понимала, что это сделать невозможно, что мне никто в данный момент помочь не может, а сама я никогда оттуда не доберусь. И меня такая злость взяла, что он там поёт, там, наверное, костюм новый, прическа новая, песня новая. И как-то я вот тут лежу, там вот эти глазки, которые я так люблю, и голос этот. А я тут буду лежать и психовать. Не знаю, как так получилось. Вот немножко, конечно, было такое бессознательное состояние, несколько секундное. Я не помню ни тот момент, ни как я встала, ни как... Я только помню момент, как я уже пошла на кухню после просмотра. И вышла мама, и тут настала её очередь падать. Ну вот встала и пошла. Я смогу, я всё на свет не смогу. Если ты со мною страна... Дети Жени познакомились только на могиле отца. Теперь они уже большие. Дочка Лены Кристина учится в медицинском институте. Сын Оксаны Рома весной закончит шестой класс. Через несколько лет после смерти Жени у Лены Савиной родилась дочка. Она её назвала Женечкой. У брата Саши пять лет назад родился сын. Он, как и его знаменитый дядя, левша и по знаку Зодиака Дева. И зовут его как дядю. По званию Баусов. Счастье, похоже на птицу, Распахнуло, два брела. Счастье должно было случиться, Потому что ты пришла. Распахнуло, два брела. Счастье! Распахнуло, три брела. Продолжение следует...